Информация, которую сегодня распространили западные СМИ об освобождении судна Ариана, не соответствует действительности. Об этом сообщил кандидат в президенты Сергей Тегибко, который общался с капитаном судна по телефону. Политик дал свою оценку ситуации вокруг Арианы. Никакого освобождения наших людей, которые попали в плен, нет. Утром прошли первый раунд переговоров. Я считаю, что прошли эти переговоры достаточно успешно, потому что впервые греческий собственник признал на себе ответственность за судьбы наших людей. До этого он вообще отрицал многие вещи, дал обещание, что сделает все, чтобы к Новому году эти люди были освобождены. Но реального освобождения пока нет. Но я считаю, что мы правильно сделали, что организовали эту поездку, профинансировали эту поездку, потому что таким образом мы пробуем все больше и больше поддавить решение этого вопроса. И сейчас все делаем для того, чтобы оказать такое и моральное, в том числе давление на судовладельца греческого, который практически единственный, может вести реальные переговоры с пиратами. Очень бы хотелось, чтобы это случилось, но, к сожалению, пока я могу сказать, что наши люди не освобождены. Сегодня был разговор с капитаном корабля. Ну, слава богу, все живы и здоровы, хотя настроение там, конечно, тяжелое у людей. В Греции находятся жены двоих моряков Рианы, которые накануне вылетели в Афины из Одессы вместе с доверенным лицом Сергея Тегибко, Светланы Фабрикант. Она рассказала о первой встрече с судовладельцем Миносом Спиросом. Судовладельцем перед членами экипажа, перед их семьями, перед нашим городом, городом Одессы и перед всем государством Украины взял ответственность за судьбу моряков, за судьбу их семей и за судьбу Балкина на себя. На мой взгляд, это, наверное, самый главный результат переговоров того, что человек, который, ну, как-то уходил от ответственности сегодня при всех, при послении Украины и при нас взял эту ответственность на себя. Подробности переговоров судовладельца с пиратами, в которых участвуют и родственники пленных моряков, а также греческие и украинские дипломаты, вы узнаете из новостей ТВ. В продолжении темы морского пиратства. Погибший во время пиратского нападения на танкеру западного побережья Африки украинец, житель Ильичевска. 34-летний моряк был старшим помощником капитана судна «Кенклстар» под флагом Либерии. Как сообщили АТВ, в одесской крюинговой компании, которая занималась набором части экипажа, вооруженные корсары 24 ноября высадились на танкер вблизи от побережья Бенина. Они попытались захватить сейф, о содержимом которого не сообщается. Между пиратами и экипажем завязалась потасовка. В результате был убит старший помощник капитана, житель Ильичевска, а также ранены еще четверо моряков. Одного из корсаров удалось обезоружить и задержать. Он оказался гражданином Нигерии. Советник председателя Федерации морских профсоюзов Украины Максим Слюсаревский считает Нигерию вторым очагом напряженности после Сомали. Также он утверждает, что напавшие пираты были представителями нигерийских бандитских группировок. Их не поддерживают спецслужбы какого-либо государства, которое пытается увеличить свое влияние в регионе. Беннин – это государство, которое находится по соседству с Нигерией. Это, скажем так, на данный момент это вторая такая зона напряженности, которая в мире существует. Я не думаю, что это какая-то организация, которая там специально, что сомалийские, допустим, пираты, и вот эти пираты, они каким-то образом связаны. Здесь просто существует проблема политическая в Нигерии, поэтому существуют там свои группировки, которые таким образом зарабатывают деньги, либо добиваются решения каких-то политических вопросов. У погибшего моряка остались жена и двое детей. В Федерации морских профсоюзов говорят, семья получит денежную компенсацию, предусмотренную контрактом. К коллективному соглашению, которое распространяется на это судно, там предусмотрена в случае гибели моряка компенсация. Причем она выплачивается независимо от причины смерти. То есть сам факт гибели моряка на судне, он уже обязывает компанию выплачивать компенсацию. То есть компенсация должна быть выплачена, если будут у родственников какие-то проблемы, Федерация готова оказать помощь. Чтобы не подвергать риску моряков, Максим Слюсаревский призывает судовладельцев защитить суда от пиратских нападений в районе Сомали и Нигерии. Если говорить о том, чтобы выдавать морякам оружие, то, наверное, все-таки не стоит. Этим должны заниматься люди, которые профессионально подготовлены. А посадить на борт вооруженную охрану, там несколько человек, которые будут достаточно вооружены для того, чтобы отбить пиратское нападение, то это, в принципе, наверное, эффективная мера.